В 1954 году Москва приняла решение передать Крымскую область в состав Украины. Это не был подарок пьяного Хрущева, как до сих пор пытается преподнести ситуацию российская пропаганда. Во-первых, решение принималось Политбюро. Во-вторых, Хрущев только занял пост первого секретаря ЦК КПСС и еще не набрал такого веса и влияния, чтобы единолично принимать подобное решение. Крым-Украине передали сугубо из экономических соображений. Киеву была поставлена задача поднять этот депрессивный на тот момент регион, который имел сухопутную границу с материком УССР. Напомню, что именно Украина построила северокрымский канал, по которому на полуостров пустили воду из Днепра. И это лишь один эпизод длинного списка, который финансировался из бюджета Украинской республики. Понятно, что Кремлю невыгодно об этом вспоминать, как и тот факт, что сама Москва в прошлом веке оттяпала от Украины немало земель, включив их в состав России вместе с украинцами, которые там проживали. Павел Васильев сейчас напомнит, как это было и что мы потеряли. Исторические территории Украины и земли, на которых веками говорили на украинском языке, как Россия перекраивала границы в свою пользу. Повернись к колесу истории чуть иначе, и Кубань вполне могла бы быть частью Украины. Это все бывшая Запорожца. Украинский писатель Антон Чехов. Зачем большевикам Таганрог? И как Советская Россия разделила Азовское море? Их интересует только территория. Харьков под обстрелами. Еще сто лет назад Российская советская власть думала над тем, как уничтожать украинцев и украинские города. Маленький, сонный российский городишко в Брянской области. Мглин. Чуть больше 8 тысяч людей. В современном гимне города слова о памяти предков, которые должны гордиться своими потомками. Правда на официальном уровне о том, кто на самом деле мог бы прославить никому неизвестный Мглин, ни слова. Стоишь, славный город мой Мглин, На доброй земле величавой. Не грусти, если неволя в чужой край тебя забросит. Родной край у тебя в сердце, пока воспоминания не погибнут. В 1918 году эти слова лесси-украинки впервые прозвучали со сцены Киевского драматического театра. А повернись, судьба немного иначе поэтесса, которая стала символом самой Украины, вполне могла бы стать в один ряд с писателями, причисленных к ряду великих русских литераторов. Потому что отец лесси-украинки родился как раз в городе Мглин, Брянской области Российской Федерации. Хотя на самом деле и об этом в городе Мглин не очень, наверное, любят вспоминать, когда-то он был украинским. Просто сначала имперская, а потом и большевистская Россия на протяжении четырех столетий постоянно меняли исторические и этнические границы Украины. Естественно, в свою пользу. И Мглин лишь маленький пример большой российской аннексии Украины. Окончательно современные границы Украины сформировались в 1954 году, после того, как Советская Россия так и не смогла наладить послевоенное восстановление Крыма и передала полуостров в состав Украинской Советской Республики. И именно Украина превратила Крым в визитную карточку и парадную витрину СССР. Украинские границы, окончательно сформированные в 1954 году, теперь признаны всем миром. Всем, кроме самой России. Которая сейчас, как и сто лет назад, пытается перекроить нашу территорию, вычеркнуть Украину из своей истории и даже уничтожить самих украинцев. 22 января 1918 года на политической карте мира появилась ОНР. Украинская Народная Республика стала независимой. 9 февраля был подписан Берестейский мирный договор. Доктор исторических наук Павел Гайнижник говорит, фактически тогда мировые политики признали границы Украинской Народной Республики. Австро-Венгрия, Германия, Болгария и Турция согласились, что Украина получает и государственность, и свое место на карте. Потом весной эти границы были признаны. Самостоятельность украинского государства была признана РСФСР. И летом состоялись переговоры между украинским государством, гетьманатом Скоропадского и Российской Федерацией, где была специальная территориальная комиссия. Тогда, сто лет назад, украинская государственность простиралась гораздо дальше, чем сейчас. На севере и востоке территория ОНР включала в себя часть современной Беларуси, Гомельский район, несколько районов Минской области, а также часть территории современной Курской и Белгородской областей России вместе с самим Белгородом. Украиной была и Стародубщина, родина отца Леси Украинки. Однако, как и сейчас, сто лет назад Россия практически сразу доказала, любые договоры с Москвой дешевле бумаги. Аннексия их традиционный прием во внешней политике. Потому что их на самом деле не интересуют ни ресурсы, ни какие-то индустриальные, их интересует только территория. Люди это второстепенные, исключительно ради ресурса, для их милитаристских планов. Почему так? Потому что Россия чувствует себя неуверенной во всех направлениях, особенно на Запад. И эту стратегию забирать даже то, что сами признали не своим, большевистская Россия начала в полной мере реализовывать в 20-х годах, неоднократно отрезая от Украины ее исторические земли, лишая родины великих украинцев. Эту фразу приписывают еще одному известному писателю. Антон Чехов, классик русскоязычной литературы, родился здесь, в Приазовском Таганроге. И сам Чехов много раз говорил о том, что он украинец. Сейчас же в городе уже ничего не напоминает о его украинском прошлом. А еще сто лет назад к украинцам себя относили более 70% его жителей. И Таганрог, как и город-шахты Ростовской области, Советская Россия в 20-х годах отдала Советской Украине. Правда, через пару лет забрала обратно. И здесь уже можно говорить не просто о политических границах Украины, а о тех территориях, жители которых сами относили себя к украинцам и составляли большинство населения. Вот еще одна карта 1918 года. Здесь показаны этнографические границы Украины, и они простираются гораздо дальше, чем наша фактическая территория, аж до Каспийского побережья. Приазовские земли, которые Советы изначально отдали Украине, осколки Кубанской Народной Республики. И их нерусскость была понятна еще в 20-х годах 20-го века. По правую сторону реки Кубань, это все бывшие запорожцы. Поэтому мне кажется, что вы решили посмотреть, какие они там есть. Даже сейчас Кубань прекрасно понимает, а иногда и разговаривает по-украински. И этнически Кубань была и остается украинской. А сто лет назад потомки запорожских казаков всерьез обсуждали перспективу объединения с Украинской Народной Республикой и даже приезжали в Киев. Кубанская Народная Республика просуществовала два года, потерпела поражение от большевиков и навсегда забыла не только о своей собственной независимости, но и о каком-либо объединении с Украиной. Значительная часть территории, заселенной украинцами, которые в 17-18 годах задекларировали свое единство собственно с Украинской Народной Республикой, не было включено в состав УССР, а включили в состав Российской Федерации. Даже под властью большевистской диктатуры большая и богатая советская Украина пугала советских вождей. Одну из причин того, что УССР получила гораздо меньше территорий, на которые могла бы претендовать, историки называют экономику. Земли, которые могли бы стать донором республиканского бюджета, приписали России. В первую очередь речь идет об аграрных и сырьевых районах. Индустриализация тогда была только в проекте. Это стратегическая железная дорога, которая идет от Таганрога на север, то есть через Донбасс, а также, конечно, залежи полезных ископаемых Донецкого бассейна. Это та часть, которая нынче присоединена к Ростовской области. Это Шахтинский и Таганрогский округа. Это и курорты, и полезные ископаемые, и, собственно говоря, внутреннее Украинское море, Азовское. Было отобрано Украине. Североукраинские территории отбирали под иным предлогом. Советы боялись украинских бунтов, поэтому старались максимально приблизить свои границы и репрессивную военщину к крупным украинским городам. Последствия этой политики мы ощущаем и сегодня, на примере Харькова, от которого до российской границы всего 40 километров. Однако просто присвоить себе стародубщину части Курской и Воронежской областей, экономически разделить Донбасс и Азовское море, перечеркнуть 200 лет общей истории Кубани и Украины, России оказалось недостаточно. Следующая цель – уничтожение украинцев. Все эти территории, которые оказались за пределами государства Украины, они на протяжении 20-30 лет подвергались, не побоюсь этого слова, сокрушительной ассимиляции. Больше всего мы знаем о трагедии Кубани, которая стала одним из эпицентров украинского народа в 1932-33 годах. Даже по официальной советской статистике, кубанский голодомор убил 62 тысячи человек. Реальное количество жертв подсчитать сложно. Современники писали, что целые казачьи станицы вымирали практически полностью. В результате сегодня Кубань, где до сих пор звучит украинская речь, давно перестала ассоциировать себя с Украиной. Потому что они все исповедуют и разделяют абсолютно ту же риторику, которую мы слышим от остальных россиян. Поэтому, к сожалению, я должен разочаровать. Никаких надежд на то, что наши соотечественники в России каким-то образом отличаются от остального российского населения вокруг них. Это все только иллюзия, к сожалению. Точно так же забыли и об украинских корнях в древнем Мглине, который сегодня ничем не отличается от тысяч других российских провинциальных городков. С неизменным танком в качестве памятника, вокруг которого в праздники собираются не украинцы в вышиванках, а маршируют милитаристы из путинской юнармии. Конечно, Украина никоим образом не претендует на те территории, которые в 20-х годах, 20-го века могли бы стать частью нашего государства. Но точно так же украинцы никогда и не примут новых попыток перекроить нашу географию. Крым и Донбасс – временно оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это все Украина. Павел Васильев, Исторические факты, ICTV.